Всем привет! Давно на моем канале не было видео о моем портфеле. Это было связано с тем, что у меня банально не было на это времени. То есть, с первого времени я там активно начал заниматься своим обучением. Потом получилось так, что я в итоге заразился ковидом и я переболел. Болел я дома. Далее, когда вот уже пришел в себя, там, соответственно, отлежался, то продолжил свою личную историю, связанную с недвижимостью. То есть, я рассматриваю объекты под себя, то есть, не на инвестицию, для жизни, для своей жизни в будущем. Посещал там ряд локаций, ряд ЖК, общаюсь в офисе продаж. И вот, наверное, на сегодняшний день, наверное, я все-таки нашел себе местечко. Вот, поэтому время требовалось. Портфель, на самом деле, тоже, на удивление, не стоял на месте. Каких-то таких вот ключевых изменений, наверное, нету, потому что в моем портфеле все равно преобладают акции, купленные в США, в долларах, я имею в виду. Единственное, как видно, было порядка 58%, стал уже 46%. То есть, я сейчас продавал, вот, я акции активно продавал перед выборами, вот этими, перед всей этой выборной гонкой. Я продаю сейчас на вот этом, скажем так, росте, хайпе. И вот у меня уже на данный момент кэша 27%. Что еще, наверное, изменилось структурно? Ну, понятное дело, золото уменьшается, потому что у меня сам портфель растет, а золото не продается, не покупается. Но доля таким образом падает. Я приобрел небольшую долю пифа. 0,6% это рискованный пиф, это PNK Rental. Вы, возможно, видели его в YouTube, кто интересовался у других блогеров. Что я могу сказать? Я отдельное видео снимать не вижу смысла. Я, конечно, посмотрел там у блогеров, что это там, ну, когда они там встречались, там, с кем, с гендиром или с кем. Но все это вата. На самом деле, ни одно из этих видео не гарантирует, что эта компания, говорится, не обнулиться. Поэтому я планирую держать пока в этом пифе не более процента от своего портфеля. Это раз. А второе, я заходил в него на самом деле в августе. И я эту информацию на канале не давал. Потом я где-то в октябре вывел деньги из него. Проверить, ну, вернут ли мне деньги, да, скажем так. А то, может быть, они мне даже деньги не вернут. Вернулись, там, с той прибылью, которая к тому моменту была, сформировалась. Я загнал эти деньги обратно, собственно. И теперь доведу, возможно, до процента потихоньку. И просто буду смотреть, что с ним будет происходить дальше. С точки зрения того, покажет ли он себя. То есть, будет ли он работать не там не полгода, а проработает ли он там год-полтора. То есть, проверка временем. Этот момент изменился. И я немножко увеличил банды в рублях. Это в ЭДОшке. Был полпроцента, стало почти процент. Вот. Это просто связано с тем, что я пополняю портфель, бывает, там, на 5 тысяч рублей, на 10 тысяч рублей. И долларов я сейчас не покупаю. Поэтому вот пристраиваю их там, вот, либо в банды, либо в пив, так, по чуть-чуть. Из-за таких, может быть, неприятных, наверное, событий, что у меня все-таки общая дивидендная доходность по портфелю упала. 2,6 стало. Давайте дальше я теперь перейду непосредственно к позициям. Я начал продавать Энерджи, потому что он отрос. Я продал Киморикс. Компания довольно интересная, в принципе. У него больше половины, вроде ли половина дохода все-таки газовая. Вот. Но позиция у меня была в Альфе. Соответственно, с меня резали 30% по дивам. И сами дивы еще маленькие. Поэтому я вышел. В принципе, я на канале опубликовывал раньше видео. Я зашел в Веллероу. И я сейчас начинаю продавать шеллы. Возможно, может быть, сегодня, завтра или на этой неделе полностью из шелла выйду. Его какой-то потенциал роста с точки зрения альтернативной энергетики я не верю. Точнее, ну, если кто послушает там Васю и других. На самом деле, почему только шелл? На самом деле, эти проекты есть не только у шелла. Если откроете любой отчет, любую презентацию того же Тотали, у них тоже там солнечные энергетики и так далее. То есть у всех компаний доля вот этих проектов имеется. Причем, я даже, если посмотрите отчеты, у Тотали даже ее больше. Вот. Но почему-то вот Оленек, он хочет шелл. Но вот я не вижу в этом смысла, хочу из шелла выйти, снизить свою долю именно энергии сектора. Дальше. Что у нас случилось в Индастриал? Собственно, я продал Хекс Алиэстроникс. У нас сейчас вроде все подрастают. Там круизеры снова, авиалинии. И, соответственно, все вот эти вот авиакомпоненты. Плохое событие случилось, это делистинг Гуангшен китайских компаний. На самом деле я много, то есть она у меня была в убытке. И делистинг мне пришлось просто позицию укрыть. То есть фиксировать убыток. Это мой второй убыток за этот год. Первый был там полпроцента портфеля. Это было банкротство вот этой, какой же там компанией нефтяной. Это такой известный, мусорный. Вот, и сейчас произошел делистинг компании Гуангшен. Из-за этого у меня тоже появились опять очередные мысли по поводу всех своих компаний, всех этих бирж. И я начал, то есть это стало дополнительным поводом пораспродавать некоторые позиции. У меня довольно большая позиция China Mobile. Я, конечно, переживаю. И, не знаю, наверное, в случае делистинга, наверное, я не буду продавать China Mobile. То есть в надежде, что, может быть, там через 5-10 лет она снова вернется на биржу. Вот. По real estate продал практически все рейты. Недоволен тем, что я, конечно, продал. То есть к тому, что я бы с удовольствием хотел бы в них сидеть и дальше. Но мне нужны были деньги, чтобы купить другие позиции. Они вроде росли. И я их продавал под выборы. Перед самыми. Единственное, на самом деле, как потом выяснилось, там они сейчас весь рынок вырос. Так что я на них бы мог бы заработать даже еще лучше. Но вот вышел и вышел. Таким образом, у меня осталось только 2 рейта. В фунтах, в которых healthcare и geo-тюрмы американские. Дальше. Следующий сектор. Что у меня здесь появилось? У меня появилась баба. Да, или баба. Где-то в районе, по-моему, 260-250 ее прикупил. На самом деле, не знаю, что с ней пока делать. Держать ли ее там на лонг. Или дождаться там 280-290 или 300 даже и слить. Не знаю. Меня смущает. Мне нравится компания. Меня смущает вся тема Китая. То, что Трамп сейчас вот этот вот как это. Обезьяна с гранатой все это делает. По healthcare. Изменений в принципе нет. Хочу продать Pfizer до сих пор. Не могу из него выйти. Хочу продать Takeda тоже до сих пор выйти. Не могу. И я докупил Vertex. Он упал. Если будет падать, я буду его усреднять. Technology. Я вышел из Micro Focus. Зафиксировал прибыль. Отлично. Компания интересная. Стоит она мусорная сейчас, можно сказать, считается по цене акций. Но я вышел потому, что это все-таки ADR. Меня сейчас в принципе все ADR на бирже смущают. Поэтому я, если бы была возможность, наверное бы вышел из многих ADR. Ну, в том числе вот Shell ADR, Micro Focus ADR, Takeda ADR, China Mobile ADR. И все об этого я повыходил. Что я докупил? Я докупил такую компанию, как SAP. Очень хорошо упала, просела. Я ее взял довольно много. И докупил еще более известных, ну, наверное, YouTube каналам всевозможным, этому сообществу, более известные Fasley. И они многие говорили. Я еще присмотрел себя, там, Дин Трейс, по-моему. Это мультиоблака. Ну, и из циска я, конечно, хотел бы как-то выйти все-таки. Потому что я не считаю ее ростовой. А дивиденды, ну, лучше тогда NTNT брать. По communication закрыл вейбо. И добавил позицию NTNT. Еще раз усреднил. Увеличил свою локацию в NTNT. По utilities вышел из PPL. Все, пока сидим. Consumer Defensive продал винишки. Почему продал винишки? Компания, интересно, в прибыль продал. То есть, там, процентов 8-9 я, по-моему, заработал. А почему продал? Потому что она на бирже именно в small caps. И вот после того, как случилась вот эта ситуация с Гуангшеном меня, я ее и слил. Потому что думаю, ой, малая капитализация, малый оборот. Компания может решить сделать делистинг и капец. А стакан там такой негибкий, скажем так, из-за того, что это small caps. Докупил из сектора образования Grand Canyon. И Филипп Моррис. Да, я добавил еще одних табачников. Что с точки зрения получилась количество? Ну, количество компаний подсократилось до 31. В принципе, неплохо. Так похудел мой портфель. Мой операционный доход составил уже почти под 20%. Что я имею в виду под операционным? То есть, те деньги, которые мне приходят от продаж, от дивидендов. Саму цену активов, акций я не считаю. То есть, это вот как вот, как если бы я бы сдавал, купил квартиру, сдавал ее в аренду. То есть, мне важно учитывать, сколько я вот, не знаю, купил квартиру, за 6 миллионов, и сколько я, не знаю, ежемесячно получаю аренды. Вот этот процент. А сколько там уменьшилась ли стоимость самой квартиры, или увеличилась, я это не считаю. Вот так же я и не считаю в акции. То есть, я купил эту акцию и не смотрю, особо растет ее на Мелани, растет. Мне важно, чтобы шли дивиденды, и, возможно, какие-то акции там в какой-то момент отрастали, я бы по ним фиксировал прибыль. Вот. Поэтому, в принципе, неплохо. У меня есть большие убыточные позиции. Это Occidental Petroleum. Покупал еще в прошлом году. У, естественно, Мессис. Вот эти, наверное, две компании. Но я за них, может быть, даже не так переживаю сейчас, как за китайские позиции. За China Mobile, China Telecom и так далее. И еще небольшой разрез по диаграммам. То есть, до сих пор у меня пока вот всю мою прибыль этого года делали именно сделки. Не дивиденды. Есть какая-то еще доля кэша. Рублей мало. Есть фунты, потому что я, ну, если начнется какой-то, ну, опять пролив, я бы на эти фунты докупил, естественно, либо усреднил бы Impact Healthcare, который у меня есть, либо я бы усреднил British American. Поэтому фунты уже готовы, лежат. Я готов, если что, усредняться. То есть, чтобы не тратить время на вот эти вот сделки, конвертацию доллара в фунты, потому что в брокере там секция Tomorrow, не Today. Далее, по моему портфелю. Вот эта диаграмма самая классная, на самом деле. Почему? Потому что она показывает, у меня порядка 27-7% кэша, у меня 9% British American, 8%, ну, округленно там, 7-7,6, то есть, 8% голды, золота физического, 5% структурный продукт альфа страхования, 4% Аниок, 4% SAP, и по 3% NTNT, China Mobile. То есть, если посмотреть, вот, то есть, да, все остальное, это какие-то там 37% в портфеле, вот, больше половины, с чего стоит в портфеле. Не так много, что называется, позиций. То есть, это всего лишь там, вот, раз акция, то есть, да, 5 акций, это мои флагманы моего портфеля. Они преимущественно все дивидендные, кроме, наверное, SAP, это IT-компания. Она, как бы, не сильно платит дивиденды, и не сильно прям растущая, поэтому, но более-менее надежная. Вот, вот отсюда видно, на что, скажем так, рассчитан мой портфель. То есть, если бы он был, наверное, каким-то агрессивным, здесь, наверное, было бы, не знаю, 9% какого-нибудь Beyond Mida, 4% Tesla, наверное, и так далее. То есть, ну, вот такой подход. Вот, в принципе, приятно, я тут недавно получал под 100 фунтов дивиденды от табака. Довольно приятно, упало, понравилось. Вот, с точки зрения того, что я планирую, да, чем я хочу завершить. Я переживаю за Китай, хотелось бы, конечно, наверное, выйти из этих АДР, но они у меня убыточны. Убыток я, честно говоря, не очень хочу продавать, тем более такие компании, как China Mobile, которые платят дивы мне. И, наверное, буду пытаться рассчитывать, что меня принесет. Я как-то выкручусь из этой ситуации, делисинга не будет. Но это повод для моего беспокойства. С точки зрения того, еще раз, из Energy я, наверное, в идеале бы хотел бы выйти. Ну, наверное, кроме Valero, Аниок, надо подумать, посмотреть. Ну, я рассматриваю разные ситуации. Ну, например, еще резко упадет там SAP, а Аниок у меня будет плюсовать там на 500 баксов. Я его все-таки продам, и усредню эту позицию. Естественно, там, продавать Аниок ради там усреднения ЦИСКа или Али Бабы я не буду. Вот. Поэтому по Energy понятно, хотелось бы немного снизить. Выйти из Cinepix, Шанхай, потому что это ADR-ка. Вот. Из PetroChina. Ну, на самом деле, мне нравятся эти китайские компании, но вот есть повод беспокойства. Impact Healthcare мне будет усредниться, но он вырос по цене больше, чем у меня сейчас, а я не хочу по текущему усреднять. Из Geo. Пока не знаю. Я реально буду смотреть за их квартальными показателями, потому что Байден и тюрьмы не стыкуются. То есть, Трамп был лоялен, а Байден не лоялен к ним. Так. По Али Баба я уже сказал. В Healthcare мне понравилось, что упал Vertex. У меня не было идей. В Healthcare я хотел бы все это продать. Но вот появился Vertex, и в принципе эта позиция у меня будет держаться. А остальные, в принципе, да, я готов был бы продать. Еще присмотрел одного биотеха. Ну вот, отписал в открытии, что добавили тикер. Посмотрим, добавят, нет. По IT. Все понятно, купил три компании. Пока в них сижу. Циска хотел бы выйти. Ну вот, в целом так. На самом деле у меня получается портфель где-то на 27% в кэше. Какие-то позиции я бы, наверное, хотел бы еще закрыть. Но, в принципе, рассматриваю, что может падать, что можно подобрать. Сам портфель, скорее всего, пополняться особо не будет. Хотелось бы пополнить 1000 долларов. Но вот пока как-то, ну не знаю, даже если доллар будет не 75, а 73, все равно это 73 тысячи рублей мне найти. То есть, довольно сложно. Я пока надеюсь, ну как надеюсь, опасаюсь, а может быть рассчитываю даже, что все-таки осталось полтора месяца до Нового года, и нам что-то рынок преподнесет. Непонятно, то ли оно преподнесет безумное ралли, то ли он все-таки преподнесет какие-то сюрпризы. Если преподнесет ралли, то все равно, какие-то позиции у меня в портфеле есть, а я, значит, смогу из каких-то выйти, какие-то даже выгодно продать. А если, как говорится, рынок пойдет очень сильно вниз, то у меня уже более-менее готово порядка 27% кэша, чтобы что-то усреднять или докупать. В целом, по портфелю вот так. Все. Всем спасибо. Всем удачных торгов.